В ночь субботы на воскресенье в США состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Американец Дианте Ивальдер встретится с кубинцем Луисом Артисом. Опять. Первая встреча боксеров произошла полтора года назад. Это было яркое и красочное зрелище, к которому у меня есть только одна претензия. Это судейские записки. На момент окончания боя на них лидировал Дианте Ивальдер, что, на мой взгляд, фактически сродни к преступлению. Артис в этом поединке задал такого жара американскому чемпиону, которого у Ивальдера не было ни до, ни после этого боя. Даже в поединке с Тайсоном Фьюри, который я хорошо помню. Фактически Артис стал первым топовым соперником в карьере Ивальдера. До этого позиция американского чемпиона оставляла желать лучшего. Ну а после этого он встретился с Тайсоном Фьюри и с Домиником Бризвеллом. Последнего я все-таки не отнесу к топовым боксерам, но он хотя бы не ноунейм, в отличие от предыдущих соперников американца. Ну а сейчас Луис Артис постарел на полтора года, и я более чем уверен, он не находится в своей идеальной форме. По антрометрическим данным, полное превосходство Дианте Ивальдера, а Артис его превосходит только в одном – весе, но вряд ли это сыграет положительную роль для кубинского боксера. Американский чемпион примечательен тем, что у него самая удивительная и неповторимая техника на боксерском ринге. На таком уровне такой техники просто нет ни у кого. Я уверен, что даже Василий Ломаченко и Александр Усик смотрят на поединки Диантеи и просто недугневают. Как такое возможно? Напоминает старый анекдот, помните? Продолжаю махать руками, может, он от ветра простудится. Вот так он выглядит, да, на самом деле. Но попасть не дай бог под эту молотилку. Я не знаю, честно, его перестроить невозможно, мне кажется. Да, наверное, уже 33 года, ему кажется, ты там тоже уже ничего не научишь, технику не пас. И потом, как ни крути, на этом уровне, который мы с вами определили, он достаточно опасен, конечно, что там говорить. Какой бы плохой ни была у него техника, у него есть сильный инокрутирующий удар, причем с обеих рук. Достаточно только одного попадания, и уже соперник на ногах не устоит. За всю свою карьеру Диантей Вайлдер лишь два раза доходил до окончания 12-го раунда. В первом всю дистанцию продержался Бермейн Стиверн, ну и он-то был близок к нокауту во втором раунде. Далее всю дистанцию с Вайлдером отбоксировал Тайсон Фьюри, который дважды падал в той встрече и просто чудом избежал поражения. Остальные соперники Вайлдера не слышали финального гонга, и я более чем уверен, что этот случай не будет исключением. И нынешняя победа у Вайлдера достанется намного легче, чем была в первом поединке. Артист все-таки теряет форму, а у Вайлдера впереди маячить реванш с Тайсоном Фьюри, за который он может заработать приличную сумму. И неужели он этой суммой будет рисковать сейчас? Нет, он не рискует. Он просто хочет доказать, что все трудности в первом поединке были лишь досадной случайностью. И поэтому мой прогноз на этот бой таков. Победа Вайлдера в середине боя.